Депутатский сезон Площадок и практических тренингов, где парламентарии вместе с членами правительства и общественниками обсудили вопросы создания стратегического развития муниципальных образований и эффективности работы депутатов. Поговорили и о формировании бюджета на следующий год. Я думаю, что такие встречи нам и впоследствии помогут именно качественно работать с доходной частью, потому что напрямую от нее зависит и расходная часть. Сколько мы дорог построим, сколько школ отремонтируем, детских садов, домов культуры и так далее, потому что потребности растут с каждым годом. По окончании дискуссионных площадок в Большом зале заседаний прошло пленарное заседание съезда. Сергей Морозов поздравил вновь избранных депутатов с уверенной победой, выступил с напутственной речью, пожелав дальнейшей плодотворной работы на благо жителей региона. Вы смогли сформировать вокруг себя уникальные площадки или, как мы сейчас говорим, коммуникационные площадки, стать настоящими народными лидерами. Это вы помогли нам и, прежде всего, конечно, себе нащупать объединяющие людей темы. Глава региона призвал депутатов ориентировать свою работу на решение проблемы избирателей и реализацию национальных проектов. На последних остановились более подробно. Малышев предложил коллегам закрепить за каждым объектом, реализуемым в рамках нацпроектов, конкретных депутатов, причем всех уровней от муниципального до федерального. Считается вопросом закрепить за каждым конкретным объектом конкретных депутатов. Задача – постоянно контролировать, как объекты ремонтируются, строятся, финансируются, используются национерене и оперативно пить переговоры. Вновь избранные депутаты пообещали – основное внимание в своей работе будут уделять выполнению наказов избирателей и тех проблем, которые беспокоят жителей их избирательных округов. Сейчас мои основные направления все-таки – это благоустройство дворов и работа в рамках моего фонда «Забота и помощь». Это активное долголетие для пенсионеров, безопасность и досуг детей и бесплатная юридическая помощь для населения. На данный момент депутатский корпус в Ульяновской области насчитывает 1567 человек. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.